Виртуальная валюта, биткоин, резко подорожала вдвое, до 500 долларов за единицу. И, похоже, причина тому – предприимчивость Сергея Мавроди. Создатель финансовой пирамиды МММ пришел в Китай и покорил жителей Поднебесной своей неслыханной щедростью. Правила системы глобальной взаимопомощи, как сам Мавроди называет свое творение, просты. Доход 30% в месяц за рекламу в соцсетях и приведенных друзей бонусы. А поскольку Китай – крупнейшая площадка для оборота бинко, биткоинов специально под КНР, список принимаемых валют Мавроди расширил. Расчет стратегический. Рынок ничем, по сути, не обеспеченной денежной единицы – больше 7 миллиардов долларов. Есть где разгуляться. А главное – приятный бонус. Криптовалюту у Мавроди изъять не могут. Законом не предусмотрено. Схему изучила моя коллега Анастасия Ефимова. Анастасия, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, понятно, сколько в реальном выражении заработал Мавроди и как главное будет обналичивать? На самом деле обналичить как раз достаточно просто. Схема есть. А вот сколько заработал – главный вопрос. Сам Мавроди, конечно, говорит, что опять ничего. Это же, мол, не банк, это касса взаимопомощи, чистый гуманизм, в общем, свежо предание. С первого прочтения не поймешь, чего больше в этой статье – возмущение или восхищение. Но от эмоций Financial Times удерживается едва ли. Изумленно констатируют курс роста биткоина на 97% всего за один месяц. Это для валюты, которую и в руки ты не возьмешь. Виртуальные деньги ничем не обеспечены. И вдруг 490 долларов за единицу. Откуда такие рекорды? И тут выясняется, что в чемпионы малоизвестную платежную систему вывел хорошо известный тренер Сергей Мавроди и недавно открытый им китайский филиал МММ. Китайский рынок Мавроди пытается освоить уже как минимум год. Но серьезных успехов добился лишь в октябре с невероятным ростом биткоина. На своем сайте господин Мавроди называет МММ, которое, по его словам, действует в 60 странах, дерзким вызовом устоявшемуся финансовому порядку. Это сообщество обычных людей, бескорыстно помогающих друг другу. Свого рода глобальный фонд взаимопомощи. Цель здесь не деньги. Цель уничтожить мир несправедливой финансовой системы. Схема стара, как финансовая пирамида. Всем гражданам Поднебесной Сергей Мавроди предлагает строить МММ. Гарантирует рост вклада на треть каждый месяц и умеренный вступительный взнос. Маленькое уточнение. Все расчеты теперь предлагают производить не в долларах или юанях, что логично, а в диковинных биткоинах. Надо ли говорить, что азартные китайцы бросились скупать неизвестную им прежде криптовалюту? Так на нее вырос спрос, а значит, выросла и стоимость. Вот и все объяснение того самого поразившего экспертов взлета курса. По вкладам прирост на 84% за неделю. Количество заявок выросло на 50%. Общая сальда выросла на 90% за неделю. Количество активных участников на 80%. Количество участников всего на 50%. Это за неделю рост все. Не за месяц. Зачем это Мавроди понятно. Прежде чем сделать китайцам заманчивое биткоин-предложение, он, скорее всего, прикупил солидный запас криптовалюты. По старой еще низкой цене. Потом инициировал ажиотажный спрос и теперь спокойно может продать ее по новому курсу. Все вполне законно, руки развязаны. Тем более, что у этой схемы есть еще один неочевидный, зато весьма весомый плюс. Насколько я знаю, в России МММ сталкивалась с проблемой в том числе блокировки счетов, различных претензий к участникам со стороны государства. В случае с биткоин, от этих рисков система МММ, насколько я понимаю, пытается уйти. Поскольку каких-либо запретов операций, каких-либо контрольных мероприятий в отношении какого-либо из участников произведено быть не может. Поскольку транзакции в сети, они не зависят от воли того или иного субъекта. Иначе говоря, биткоин-счета Сергея Мавроди нельзя арестовать. Нельзя приостановить операцию или конфисковать валюту. Она же виртуальная, нет ни имитента, ни регулятора. А опасаться санкций со стороны государства у Сергея Мавроди все основания. Дело не только в тюремном сроке, который он в свое время получил в России. Главное, он ведь и с китайским законом уже успел поссориться. Стоило открыть офис в городе Суэфэньхэ, как тут же явились полицейские с обыском. Трансграничная популярность. Отсюда до Хабаровска ведь всего ничего. Видимо, дошли новости. Сейчас я покажу офис МММ в городе Суэфэньхэ, чтобы не было никаких моментов, которые говорят, что я там ничего не снял, ничего нет. Вот он офис. Вот офис. Вот оно все купленное, все готовое. Здесь буквально пару дней назад прилетела полиция и забрала наши компьютеры, все документы, позабирала все. У меня паспорт забрали. После этого первого китайского предупреждения Сергей Мавроди ушел куда подальше от российской границы, двинулся вглубь Китая и преуспел за несколько месяцев тысячи новых участников и миллионы полученных биткоинов. Привет всем. Я рядовой участник МММ из китайского города Вухан, провинция Хубэй. Меня зовут Нью Нью. 22 октября я обратилась за финансовой помощью в 2450 долларов. И я ее получила. Всего-то нужен был небольшой вступительный взнос и несколько друзей, которых я привела сюда. И вот деньги уже у меня в кармане. Спасибо МММ за создание такой уникальной финансовой системы. А ведь еще недавно экономисты в один голос предрекали Мавроди провал, говорили уж слишком дурную славу, имеет МММ. К тому же в Поднебесной живут люди прагматичные, аферу вычислят в два счета. Не учили одного китайского менталитета, где азарт и вера в чудо составляют гремучую смесь. С точки зрения действий Мавроди, я думаю, что во многом это беспроигрышный процесс. Почему? Потому что это, в первую очередь, конечно же, сам Мавроди в Китае не находится. Если бы он находился в Китае, я думаю, к нему бы уже были применены определенные действия ограничительного характера. Поэтому вот такое виртуальное присутствие Мавроди и МММ в Китае, конечно же, может дать возможность заработать достаточно много средств. В общем, конструктор МММ снова на вершине пирамиды. 80% мирового оборота биткоина приходится именно на китайские биржи. И, скорее всего, на них стоит ждать появления крупного игрока. Сергей Мавроди наверняка захочет избавиться от криптовалюты, пока она в цене. Что дальше? Не исключено, что все как в рекламе МММ, где кроме сакраментальной сцены с водкой и солеными огурцами, был и другой эпизод, в котором Леня, прихватив все деньги, отправляется в далекую Америку. Брату своему, оставшемуся без гроша, он повторял только одно. Не плачь, Иван, не надо плакать. Анастасия Ефимова о том, как Сергей Мавроди завоевывает Китай. Так, новости. Ну, собственно, новости у нас по-прежнему прекрасные. Темпы развития высочайшие. Так что все просто замечательно. Ну, конечно, какие-то мелкие проблемы возникают по ходу работы. Мы их решаем. То есть они просто не заслуживают того, чтобы их упоминать отдельно. Ну, все письма, которые вы там нам присылаете, с какими-то жалобами, предложениями, конечно, тщательно рассматриваем и стараемся при необходимости все исправить. Но это все чисто рабочие моменты, которые в любом процессе присутствуют. А в целом, повторяю, все идет просто замечательно. Так что участники, руководители активны, все отлично. Главное сейчас не снижать темпов, продолжать также активно развивать систему и дальше. И все будет еще лучше. Все хорошо. Как я повторяю, будет еще лучше. Ладно, тогда до следующего раза. Я еще и считаю, что финансовый апокалипсис неизбежен. Мы можем многое. Субтитры сделал DimaTorzok